Разрезы очень простые. Делается разрез язычный вдоль альвеолярного гребня в области дефекта и два вертикальных разреза, переходящих мукогеневальную границу. Я вам все покажу это, это несложно. Вы полнослойный лоскут полностью препарируете, с надкосницей, все как вот, вообще ничего там сложного, ничего мы не расщепляем, ничего не делаем. Небольшая мобилизация в опекальной части лоскута, чтобы он был более подвижный, чтобы он не сокращался, только чисто, чтобы ушить вам было удобно. Отслаиваете язычным прикрепленную десну на 4-5 мм, для того, чтобы зафиксировать и туда завести твердую мозговую оболочку. И готовите принимающую лужу под нее. Принимающая лужа для твердой мозговой оболочки обязательно перфорировать кость, для того, чтобы запустить регенерационные процессы. Кость перфорируется любым известным вам образом. Я беру стилет из энтологического набора просто, и на физиодиспенсере, на скорости где-то там 850-900, сверлю до появления крови. Нет, у вас же полнослойный лоскут уже. Да. У вас же вот голая кость оголенная, да, скелетированная рана. Вы взяли и дырок насверлили в ней, и вестибулярно, и по гребню, по всему. Я еще делаю скалификацию такую. На пьезоаппарате есть такие очень удобные насадочки, они вообще для, такие как лопаты гнутые, но они для забора блоков вообще костных. Ну, они разные есть. А я ими вот прямо скоблю вот эту вот всю поверхность, чтобы помимо того, что мы проткнули, дошли, да, вы должны просверлиться до губки. Да, пока вы губку не нашли, не получили оттуда, да, кровь. Это все бессмысленное, все эти мероприятия. Вы получили губку. Что? На верхней челюсти тоже? На верхней челюсти тоже, да, если у вас там какая-то зона склероза, там все-таки ее поменьше обычно, как-то было приятнее. Ну, исключая зону боковых листов. Такая противненькая, вот. А так в основном, там побыстрее, там не так глубоко можно сверлиться, там вы быстро до губки дойдете. А на нижней челюсти, конечно, там приходится иногда даже пройти, так посмотреть. Ну, вы же с КТ все работаете, вы же видите все срезы, да, сколько у вас склерозированной кости, сколько у вас губки. Ну, это все можно предположить, насколько это все... Ну, я еще скларифицирую, все-таки мне кажется, что вот это вот повреждение, оно дополнительно будет потом стимулировать сами процессы регенерации и роста. Материал фиксируется швами, п-образными, с язычной поверхности. Он как шов на вожжах, только коротенький, он тут вожжей, по сути, нету. Язычно, выход, петля в твердомозговой оболочке и вход обратно язычно, язычно завязались, такими пообразными швами. Знаете, как... Уж раньше так учили ушивать уронтральное сообщение. Да, да, такие. Это потом уже, да, другое вот эти. Мы нас учили вот так вот ушивать. Твердомозговую оболочку перфорированную, и вот вы ее язычно зафиксировали, и как плащ перекинули на вестибулярную поверхность. Слизистый лоск... Нет, она будет прижата у вас хорошо лоскутом. Слизистый лоскут вернули на место, пришили его непрерывным швом и зафиксировали все вестибулярно, крестообразными швами, да, для того, чтобы убрать натяжение слизистом мышечное, создать новое прикрепление и получить еще дополнительный объем. Ну, а я накладываю еще крестообразный горизонтальный шов, чтобы убрать, вот, нивелировать вот эти, потому что на боковых участках нижней челюсти все-таки сильная, там, щечные мышцы очень, как бы, мощные, они тянут здорово. Поэтому я советую все-таки и крестообразный горизонтальный шов обязательно наложить. Мы разберем это все, как бы, она, правда, говорю, вот, просто для детского сада операция, но она настолько приносит результат, что я так предложила ее в качестве, ну, кто-то из коллег просто спросил, что делать. Я говорю, ну, попробуйте, я уже так делала. Так, вы знаете, это было совсем просто. Она мануально элементарная. На этот период протез не носится, да? Вообще он выбрасывается в помойку и никогда больше не вспоминается. Ну, конечно, если потом будет костная пластика, какой протез? Через 3 месяца. Вы же, когда делаете костную пластику, уже не разрешаете же никаких фронт, но все то же самое. Вестибулопластика с опекальным смещением. По сути, это та же вестибулопластика, про которую мы говорили, но почему-то она у всех вот ассоциируется вот с этим фронтальным участком нижней челюсти, да? Как только это касается каких-то боковых участков, все начинают течь, плыть и не понимать, что делать. Все то же самое. Тот же разрез по мукогенгивальной границе. Если она есть, конечно. Если ее нету, то мы режем в самой корональной точке начало прикрепленной десны. Или от эльвия. У нас есть такой клинический случай вот с доктором, где мукогенгивальная граница просто отсутствовала сходно. Ее не было, потому что тяж начинался от гребня. Прямо от его вершины. И такие тоже у вас есть такие пациенты, да? Значит, режем от гребня. Опекально смещаем. Подшиваем обязательно в боковых участках. Мы договорились, да, что мы подшиваем в боковых участках. И готовим операционное поле расщепления. Да, все должно быть расщеплено, кровоточить. И готово для свободного десневого трансплантата. Его фиксируем всеми нами любимыми прижимающими швами. И уходим. Значит, для вестибулопластики закрытым методом мы применяем только твердую мозговую оболочку. Для открытых техник только свободный десневой трансплантат. По поводу ПРФ-мембраны. В качестве бонуса для пациента, если у вас есть лишние руки для того, чтобы катать ее побыстрее, пока вы оперируете, чтобы ассистент не отвлекался на ее отжатие, можно ее сделать, положить просто в раму, которая будет все равно заживать вторичным натяжением. Больше никакого роли она играть не может. включила ее в выбор пластического материала, потому что на последнем курсе задавали очень много по ней вопросов. Мы договорились со всеми, что она деградирует в течение 12 дней. Она не дает никаких объемов и ничего больше. Она нужна конкретно для того, чтобы запустить регенерацию, да и активировать факторы некрозоопухоли для искротедных синусов. Она просто нужна нам для определенных целей. Все. Она не закрывает поверхность, но может быть пациенту полегче. Я не уверена, честно говоря, потому что разрез там монументальный такой привести было пластиковый. Ну, это мы с вами уже все смотрели. Это все та же самая девушка героическая. Ну, и вот все это тоже снятие шов и та же песня. Сейчас мы посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok